Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Емили и сегодня у нас с вами будет такое вот чаепитие с такой вот интересной коробкой. Субтитры сделал DimaTorzok Прислала мне ее страница Giftboxy с боку. Ссылочку я оставлю в инфобоксе, вы можете перейти и заказать себе тоже такую красоту. Скорее всего не себе, а кому-то на подарок, потому что я была в восторге, когда открыла эту красоту. Давайте сделаем это вместе. Оп! Ой, господи! Опля! Вот так вот открывается. Здесь сладости, все как я люблю. Приготовила, значит, чаек. Конечно, глупо будет утверждать, что все это я сразу съем. Конечно же, нет. Мы просто будем пить чай и отвечать на вопросы, которые вы мне задали в моем инстаграме. Если вы до сих пор не подписаны на мой инстаграм, обязательно сделайте это. Вот этот стакан, он вообще меня покорил. Как хорошо он так легко оторвался. Смотрите, какой стакан с моей фотографией. Вот как хорошо, что они выбрали именно вот эту вот фотографию, потому что она символизирует вообще мой канал и как бы является логом моего канала. Очень нравится. Пора уже заменять вот эту вот на вот этот вот стаканчик. Мне кажется, любой человек, который получит такую интересную коробку, будет просто в восторге. Если вы хотите порадовать своих близких, обязательно заказывайте. И что мне еще очень понравилось у них, когда они мне подарили эту коробку, они мне не сказали, что снимешь видео с этой коробкой или отметишь нас в инстаграме. Они просто мне написали, что мы хотим вас порадовать и подарить вам такой подарок. Мне было нереально приятно. В общем, буду теперь постоянно пить с этой вот кружечки. Спасибо огромное. Так, рай, просто рай. Несколько дней это все просто лежало у меня. И мне мама говорит, что давай быстрее снимем видео, начнем кушать. Она все ходила вокруг да около в этой коробке. Барни. Начнем с Барни. В последнее время снимаю ASMR. И просто молча кушаю. Как мне не хватало вот этого. Причем Барни внутри с белым шоколадом. Наполнение можно выбрать разное. Что тебе больше нравится снимать, ASMR-видео или мукбанки? Мне, если честно, нравится и то, и другое. Мне очень понравилась ваша реакция, что всем понравились ASMR-видео. Ну, я не знаю, я в последнее время больше предпочитаю мукбанки. Я сама, когда свидетель, люблю мукбанки. Но мне интереснее, о чем-то говорить, если честно. Обожаю, Рафаэл. Обожаю. Так хорошо они отрываются. Сразу говорю, что я все это кушать не буду. Это просто будет такое чаепитие. Мы будем с вами болтать, потому что я соскучилась по болтовне. Два видео сняла ASMR. Не болтала, поэтому нужно наговориться за все эти видео. В парнях тебе важна внешность. Точнее, она написала так. Ты в парне важна внешность. Я считаю, что самое главное, чтобы парень не был совсем уродом. А суперкрасавчики мне никогда не нравились. Мне всегда казалось, что вообще так и есть. То есть, они эгоисты. Я люблю, чтобы... Ой, господи. То есть, я бы не смогла встречаться с эгоистом. Вообще, у меня в жизни была такая ситуация. Одновременно я нравилась двум парням. И один прям был красавчик. Вот прям реально красавчик. А второй такой средненький парень. Зато хорошо учился. Знал очень много языков. Но не прям, знаете, такой красавчик, да? Я не знала, кого из них выбрать. И я решила сделать такой эксперимент. Я попросила и того, и другого забрать заказ, который нужно было забрать в часе езды, понимаете, от их дома. На что этот красавчик мне сказал, что, ой, я на работе, я не могу, у меня другие дела и так далее. Я сказала, а после работы? Он сказал, я даже не знаю, во сколько я выйду. И на следующий день он даже не спросил меня, смогла ли я забрать. Вот. То есть, никаким образом не захотел мне помочь. И даже не поинтересовался. Вот. А второй... Ой, какая красота. Я так радуюсь, как ребенок. Как будто никогда в жизни такого не видела. Вот. А второй... Он не то, чтобы мне помог. Он без вопроса просто сказал, дай номер этого человека. Сам договорился с этим человеком. Пошел, забрал, потом вечером привез мне. Поэтому нужно выбирать девочки, тех мужчин, которые своими поступками свидетельствуют о том, что он настоящий мужчина. И потом выбор был очевиден. Конечно, я другому парню не стала говорить, что я не выбрала тебя, потому что ты не забрал посылку. Ну, выбор я потом сделала. Нашла поводы, сказала красавчику, что у нас ничего не получится. Вообще, мне никогда в жизни не нравились парни, которые пользуются большим спросом у девочек. Никогда не нравились. Мне, наоборот, нравились парни, которые не обращают внимания на меня, которые не особо следят за своей внешностью. Я не говорю, что мужчина должен выглядеть, не знаю, как обезьяна. От него должно нести потом, он должен постоянно рыгать, вонять. Нет. Просто мне не нравятся парни, которые ходят в рваных джинсах. Я не знаю, может, я осталась где-то там в двухтысячных, но меня не привлекают такие парни. Например, вот этот Антон Гусев, если вы его знаете, из Дома 2. Я бы никогда не посмотрела на него. Господи, какой ужас вообще. Он делает в себе пластическую операцию, чтобы убрать нависшее веко. По мне, это не по-мужски. Если кто-то счастлив с ним, то есть я ничего против не имею. Молодцы, я рада. Но я не мечтаю о таком. Так хорошо прикреплено, знаете, ничего не разваливается, и при желании можно хорошенько отодрать. Отодрать. Ой, давайте следующий вопрос. Что для тебя важнее, мужчина или ребенок? Я не понимаю женщин, которые убиваются просто из-за того, что, не знаю, мужчина уходит от них. Самое главное, это дети, мне кажется. Самое главное, это твои родители. А если мужчина нашел себе другую? Господи, зачем вам такой мужчина? Я не парюсь вообще по этому поводу. Дальше у нас Альпин Гольд. Обожаю. Это фундук и молочный шоколад. Здесь еще один, это молочный шоколад. Обожаю шоколад. А здесь, что здесь опять барни. Вы любите барни? Надеюсь, что я не сильно шуршу. А если шуршу, вы меня пластички. Еще один барни. Как мне нравится вот с этим белым шоколадом внутри барни. Он нереально вкусный. Интересный вопрос. Яна задает вопрос. Хотела бы на месяц отправиться жить в лес, в прекрасный домик, но только без интернета? Нет, в лес я бы не хотела. Я могу целый день находиться дома, просто в интернете. И мне весело. То есть, для того, чтобы мне было весело, мне не обязательно выходить из дома. Достаточно просто вовремя платить за интернет. С одной стороны, это очень фигово. Почему? Раньше у меня был активный отдых. Конечно, YouTube появился в 2005 году. Но с каждым днем он все больше внедряется в нашу жизнь. И когда мы жили в России, я каталась на коньках, не знаю, мы ходили куда-то гулять. Играли в снежки, лепили снеговиков. И это реально было интересно. Мне кажется, сейчас и школьники тоже уже не играют. В снежки. Все в телефонах. Вкусно. Многие говорят, вот, раньше было у нас детство. Сейчас это детство, что ли, у детей. Но с другой стороны, сейчас больше возможностей. Через интернет можно зарабатывать. Можно открыть свой инстаграм-магазин. Можно выучить иностранный язык. Просто онлайн. Вот так вот. То есть, возможностей стало намного больше. Чай у меня, к сожалению, закончился. Идти за новым чаем мне неохота. Опять же, оставляю ссылку в инфобоксе. Так же закреплю в комментариях. Обязательно переходите, подписывайтесь. В любом случае, вам понадобится, мне кажется. Очень интересно. Видео получилось не очень длинным. Но я буду стараться каждый день выкладывать. Я вас всех очень сильно люблю. Целую. Также обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Я вас всех очень сильно люблю. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok